Здравствуйте. Дело было в середине 19 века, 1853 год. В Лондоне проводилась Всемирная выставка. Всемирная выставка была посвящена не только технике, но и искусству. Там были представлены скульптуры, картины, кто во что гораст. И заодно новые станки производительные. И вот для всего этого, для всей этой огромной суммы элементов прогресса той периода, эпохи пароэлектричества, уже так тот век назывался, 19-й, было построено специальное сооружение. Хрустальный дворец его назвали. Построили его, в общем, совершенно неожиданным образом. Сама конструкция была неожиданна. Это было нечто подобное на некую теплицу или оранжерею. Вообще, такого рода оранжереи-то и раньше люди строили, да? Металлический каркас, и в этом каркасе закреплены окна, да? Это обычно не очень нагруженное механические сооружения. И более того, даже это сооружение должно было быть малоразмерным. А тут вот такие вот огромные размеры, колоссальные размеры, циклопические размеры. Это вообще Хрустальный дворец, он вошел в историю, так сказать, мировой архитектуры и создал новые совершенно вот качества. На что похож этот Хрустальный дворец? Прежде всего, он похож на железнодорожную станцию, правда? Крупный железнодорожный вокзал. Вот они теперь выглядели именно так. Ну, не теперь, а вот, скажем, Киевский вокзал, узнаете, да? Белорусский вокзал, вокзал в городе Калининграде, да? В бывшем Кенигсберге. Вот так они примерно и выглядят сейчас. Именно такие стеклянные здания мы и сейчас везде видим в наших городах. Все эти вот небоскребы, облицованные стеклом, да? Это все потомки этого здания смелого. Нужно сказать, что здание не очень сразу всем понравилось. Ну, коробка какая-то, господи боже мой, ничего хорошего, правда? Коробка. Тем более, что это не соответствовало тогдашним эстетическим вкусам. Оно по-современному выглядит немножко старомодным, да? А по-тогдашнему, по 19 веку, по понятиям того века, ну, представляете, архитектуру 19 века, да? Колонны, пилястры, коринфский ордер, там, ионический ордер. Это как колонны сделать. Вот там, чтобы обязательно какие-нибудь завитушки были. Это везде было и в технике тоже. Если у вас есть какой-то станок, да, то вот у вас есть некий каркас несущий. Там обязательно, чтобы завиток был, какой-то растительный орнамент. Я вот помню, вот все мое детство прошло в комнате, где стояла старая швейная машинка. Вот были тогда машинки, так сказать, фирмы Зингер и фирмы Попов. Вот это была фирма Попов машинка, Поповская звали. Так вот, у ней, значит, тоже такой вот был, она ножная швейная машинка, педаль, вся была из какого-то чугунного орнамента отлита, станина такая же вот. А зачем, собственно говоря? Это же функционально, да, должно быть, не более того. А вот везде так вот. Вот оси у колеса, так обязательно изогнутые, как какие-то вот, не знаю, вот, так сказать, балясины, да, на лестнице. А вот это вот оси обычного колеса на каком-то станке, который никто особенно не видит и никому не должен радовать глаз. Тогда была такая эстетика. А вот это вот была первая такая вот, первый жест. Этот дворец снесли, восстановили на другом месте, а потом он все-таки сгорел. И вот так сейчас не существует больше, но, тем не менее, уйма копий по всему миру стоит. На что он, прежде всего, похож из современного, что мы видим? Крупный торговый центр, да? Как это? Торгово-развлекательный центр. Вот же он. Это же он, да? Это та технология. Каркас, в который аккуратно вставлены стекла. Стекла не несущие. На стекла нет нагрузки, поэтому стекла не могут лопнуть или разбиться. А современные технологии сейчас позволили создавать еще и несущее стекло прочное, да, высокопрочное, которое еще может некую нагрузку дать. Ну, не такую уж большую, но тем не менее. Вот такие вот дела. Полтора столетия прошло, даже больше с тех пор. Всех благ вам, до свидания, желаю удачи.